Так, друзья, совершенно короткое видео о тормозах. Спрашивают, какие, собственно, дисковые или клещевые, или крабы, или как они там называются, на этом велосипеде, на заднем фоне, соответственно, клещевые, с RamRed. И в том числе на шоссейно-электро-велосипеде у меня с Reynolds SLG Strike, или как они там называются, дисковые тормоза. И это мой, как, не знаю, предмет сравнения. Ну, пожалуйста. Азиат. То есть, что лучше? Конечно же, все зависит от применения тех или иных тормозов. Например, если речь идет фактически о быстром велосипеде типа S-Pedric, то есть те, которые выжимают с поддержкой 45 км в час, чем вот на новом, на который обзор будет, это делать еще легче, чем на старом, который вы видели, X-Duro Race, потому что здесь мотор сильнее. Но в любом случае, там ты развиваешь скорости практически всегда выше 40. Если очень-очень сильный ветер и тебе нужно далеко довольно-таки проехать, то, конечно же, ты не будешь турботопить всю дорогу, потому что обратно потом рискуешь не доехать. Но я сделал опыт, опять-таки, если ты ездишь на работу, то... Так, мы сейчас уже про аккумулятор говорим. Ты ездишь со скоростью выше 40. И это такая скорость, когда при появлении опасности тебе нужно резко затормозить. Как это происходит на дисковых тормозах? На мой взгляд, они больше... Они цепкие, они быстрее тормозят. Но таких ситуаций минимум. На велосипеде вот такого типа сзади... То есть, я катаю, не знаю, со средней, допустим, 30, смотря какие ситуации, какая дистанция, сколько там метров подъема и прочее, прочее. В общем, 30 плюс-минус катает все. И в таких ситуациях дисковые тормоза вообще не нужны. Минус. Дисковые тормозы, они дороже в среднем. Они в эксплуатации сложнее. То есть, там нужно за большим количеством факторов следить. В клещевых один раз настроил. Периодически меняешь колодки. Как я уже показывал в лучшем совете по увеличению жизни способности ваших колес. Смотришь иногда на внутреннюю сторону колодки. Может, там какие-нибудь железятки маленькие. Или какие-то частицы закрепились, которые нужно будет удалить, чтобы они не царапали тормозную линию. А так, в принципе, все. Это самое простое использование. В дисковых тормозах вы, возможно, встречали видео. Я такого не делал. Но у моего велосипеда такое фактически случалось, когда тормоза как-то блокировали диск. Вот этот. И да, мотору пофиг. Он вместе и с зажатыми тормозами тащил. Это ему вообще все равно. Но если у тебя нету мотора, а обычный велосипед на дисковых тормозах, то такая проблема, если возникнет по дороге, то, считай, ему нужно добираться будет пешком. И нужно определенно иметь с собой какой-нибудь инструмент, чтобы это все делать. Я дисковые тормоза не настраивал, кроме того, одного раза. И поэтому в данном случае, возможно, кто-нибудь, кто каждый день имеет с этим дело, отпишите в комментариях, как это фактически сложнее. Это фактически сложнее, чем клещевые тормоза, но в итоге совсем можно справиться. Итак, что мы имеем? Мы имеем рациональное мышление, прежде всего. То есть клещевые тормоза легче в настройке, эксплуатации, дешевле, легче по весу. Тормозят в любой ситуации. Профессионалы до последнего момента ездили всегда на клещевых, и там скорости как раз, наверное, как на S-педерике, может, даже выше в некоторых ситуациях, и им хватало вполне. Если ты используешь карбоновые колеса, то торможение хреновое, очень хреновое во время дождливых условий. Это то, что я слышал. Я пока свои колеса не имел возможности использовать при каких-то мокрых совсем ситуациях, но об этом говорят все, об этом пишут в журналах, и поэтому что-то в этой информации есть правдиво. То есть на карбоновом слое тормозном образуется водяная пленка, которую при первом торможении нужно сначала снять, и потом во втором уже как бы тормоз или тормозная колодка действительно впивается в обод, и тогда уже, собственно, происходит торможение. То есть торможение замедленное вот в таких ситуациях. Это пока единственный минус такого типа колеса, есть такого типа тормозов. То есть в каких-то дождливых ситуациях, если ты используешь свой байк на каждодневной основе, универсально, при поездках по городу, на работу, или еще куда, то, возможно, в данном случае диски действительно будут лучше. Еще один минус, который, однако, можно отнести только к карбоновым колесам, то, что в основном бюджетные варианты карбоновых колес, вот у них есть такая болячка, болезнь, что тормозной путь, вот этот карбоновый, он имеет такое неприятное свойство прогорать просто, реально прогорать. То есть были тесты в журналах, и в том числе катки от полторы тысячи евро, по-моему, там Рейнольдс были, Кампа, и там фотографии были просто лопнувшие, да, тормозные пути эти. Просто ужасно. То есть новые колеса абсолютно брали, и делали экстренное торможение несколько раз, и сколько там, не знаю, с 20-го или с 15-го раза вот они выгорали нахрен полностью. То есть это опасная тема, если ты забираешься на какую-нибудь очень высокую точку и с нее спускаешься, и потом проводишь то самое экстренное торможение, то нужно, опять-таки, технику торможения разрабатывать в том плане, что, как у машины, да, с керамическими тормозами, по-моему, там так, то есть ты зажимаешь тормоз, он влияет как-то, ну, то есть торможение происходит, ты отпускаешь тормоз, тормозное тело, соответственно, остужается, то есть вот эти колодки все остужается, и ты опять тормозишь. И так несколько раз, пока полное торможение не произошло. Да, и это единственные минусы, опять-таки, которые очень высоко некоторые оценивают, но я считаю, что такие ситуации, ну, вообще на практике просто минимальны. Ключевые тормоза просто везде и всегда до сих пор используются, до сих пор они самые легкие, и самое главное, что если ты интересуешься, если на бюджете интересуешься каким-то решением за рубль, лучшим решением за одну и ту же самую сумму, то ключевой тормоз – это твой выбор. Если ты на бюджете, то в любом случае ты не будешь использовать карбоновые колеса с карбоновым тормозным путем. Если ты ищешь какую-нибудь аэродинамичность, то можно посмотреть ZIP, как они, 30, по-моему, там тоже алюминиевый тормозной, тормозная линия, либо Swisside Hadron, этот Hadronный коллайдер, тоже с алюминиевой тормозной линией, я уже о них говорил. Такие вещи. То есть, если ты на бюджете, то в любом случае вот эти минусы, которые про карбоновые обода, это минусы карбоновых ободов, а не клещевых тормозов. Тормозят тормозы, зуд тормозов. Итак, вывод, если ты на бюджете, если ты не хочешь сделать свой чугунный велосипед и без того еще более чугунным в плане веса, если процент катания в влажных условиях, водянистых условиях, я бы сказал, минимален, если твоя средняя скорость не выше 35 или даже выше 40, то выбираешь ключевые тормоза. Это, конечно, очень сложная дилемма, и в комментариях ты можешь поделиться опытом использования той или иной тормозной системы, но что в 2017 году очень легко сделать, так это этичный выбор, будьте легеном. Спасибо за внимание, до-до!